Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать вам отличнейший бой на танке Як-Панзер Е100. Данная ПТ-САУ в первую очередь славится своим орудием, мощнейшим, с гигантской альфой. Ну, в принципе, весь бой основан на том, что игрок будет раздавать идущей противникам издалека. На карте промзона вы знаете, что эта карта очень затяжная. Ну, в общем, бой такой вот. И также, друзья, хочу порекомендовать вам набор Кобра. Пока что он еще доступен, но обратите внимание, что только до 18 мая. Но набор до сих пор, наверное, один из лучших. Если не лучший вообще, который только выходил. Ну, на мой взгляд, потому что я еще ни разу, вот сколько, ну вот, показываю вам набор, ни разу не видел, чтобы давали настолько имбовый танк, как Ренегат. Если интересно, ссылка на набор в первом закрепленном комментарии. Также вы можете выиграть золото. А для этого вам нужно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Итак, друзья, также хочу порекомендовать вам, в общем-то, дождаться нового набора под Twitch Prime, потому что, мне кажется, он весьма годным. Называется он Let's Rock. Танк, соответственно, посвящен, как вы понимаете, рок-музыке. И у этого набора очень крутой стиль. И также наклейки на танк просто, ну, как по мне, топовые наклейки и топовый стиль. Выглядит все это, ну, бесподобно, на мой взгляд. Вот, в общем, действительно очень здорово. И все это можно получить по низкой цене. Даже вот такой вот стиль и даже вот эти наклейки. Все это уже, ну, довольно-таки прикольно. К сожалению, еще не ясны танки, которые будут в этом наборе. То есть еще неизвестны они, поэтому давайте дождемся информации. Ну, и еще один ап премиум танков. Итак, АМХ-CDC дождались? Нет, не дождались. Опять снова этот танк разработчики продинамиды. Я не понимаю, почему они так его игнорируют. И следующий танк, это М48А2 Раундпанзер. Также так называемый ковшотанк. Время перезарядки у этого танка было 7,6, стало 7 секунд. Ну, нормально, так, кстати, перезарядку апнули. Урон в минуту был 1895, стал 2051, уже приемлемый. А вот точность у танка и до сих пор плохая была. 0,42, стало 0,4, но это все равно плохо. Да, прицеливание у этого танка было неплохое. 1,9 стало весьма даже нормальное. Такое 1,7 это быстро. Прочность 1450 у этого танка была, стало 1500. Чем-то данный танк уже приближается, наверное, по характеристикам к Супер Першу. Но после этого аппа, Супер Перш, я думаю, лучше все же. М-46 Паттон, КР, это у нас американский средний танк. Время перезарядки у него было 8,1, стало 7,4. То есть аппнули, соответственно, ДПМ был он 1777, совсем печальный, как ДСТшки. Стал приемлемый 1950. Время прицеливания было 2,5, стало 2,2. Ну, то есть сведение стало покомфортнее. Танк Т-95Е2, это 8 уровень акционный танк. Наверняка он не у всех есть, но тем не менее. Время прицеливания было 2,3, стало 2 секунды. Бронепробитие было 181, базовым снарядом стало 190. Ну, то есть по характеристикам покомфортнее стало стрелять с этого танка. И многострадальный 59 Паттон, это танк, настрадался. И игроки на нем тоже. Время прицеливания было 2,3, стало 1,9. То есть, в принципе, нормально так подапали сведение. Разброс от поворота башни был 0,12, стал 0,1. Мощность двигателя была 520, стало 620 лошадиных сил. Удельная мощность была 14,3, стало 17,1. Ну, в принципе, хотя бы апнули подвижность, что немаловажно для этого танка. Апнули сведение. Вот такие вот апы танков, друзья. В принципе, наверное, можно задуматься о том, чтобы эти танки как-то получить. Но в основном бесплатно, конечно же. И довольно интересная деталь, друзья. Тут очередные, в общем-то, споры в Стиме с разработчиками. Там действительно Wargaming очень жестко так наполивает грязью. Ну, есть за что, по правде говоря. Ну, и разработчики отбиваются как могут. Ну, там много, конечно, приколов. Да, так советую почитать в Стиме комментарии по танкам. Ну, и мне, конечно, немножечко забавляло, что там происходит. Соответственно, могу сказать, что разработчики сейчас пытаются все же как-то сделать игру лучше, но не всегда у них получается. И вот тут вот такой вот забавный комментарий, где разработчик утверждает, что да, типа есть патент кислого, так называемый, который регулирует, как вы понимаете, ВБР в игре. Но он говорит, что якобы он не активен и что все, как бы, ну, честно. И это, конечно, как бы вызывает вопрос вообще, то, что ВГ подтверждает, что такой патент есть. Это уже вызывает, ну, довольно-таки серьезные такие, ну, как бы, опасения, потому что разработчики утверждают, что не работает этот патент. Но кто знает. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте Водхаб. Не забывайте пользоваться бонусами данного сайта. Сверху кнопочка бонусов, на нее нажимаете. Бесплатный кейс ежедневно, хотя нет, раз в 48 часов. Также барабан бонусов, также, ну, тут розыгрыш. В общем-то, практически это для всех, но нужно минимум 5 кейсов открыть. Ну, может, самых дешевых, и вы сможете каждый день открывать их бесплатно. Вернее, не открывать, а участвовать в розыгрыше. Потом у нас за энергию можно участвовать в большом розыгрыше. Тут премиум танки. Вот сейчас 3 месяца премиум аккаунта разыгрывается. Давайте пооткрываем какие-нибудь кейсы. Начнем, не знаю, ну, давайте вот с этого. Я его давно не открывал. Немножечко можно, я думаю, пооткрывать. Посмотрим, что выпадет. День према. Ну, окей. Давайте еще разок. Так, еще один день према, плюс 250 голды. Ну, что-то такое себе. Давайте инкогнито тогда. Так, забираем. А, нет, я продался очень. Ну, ладно, будем продавать. Если меньше 100 рублей. Или примерно 100 рублей. Я думаю, смысла держать нет. 9 рублей точно продать. Так, 68 рублей продать. О, вот это забираем, конечно. Это 4,85М. Это мы заберем тоже. Так, ну, окей. Это мы продадим. Вернее, заберем тоже. 40 рублей продаем. О, отлично. Тут, конечно, забираем. Так. Так. О, отлично. Еще один премиум танк. А, ну все, потом еще оставлю. Результат отличный. Ссылка на сайт в описании, если интересно. Итак, друзья. Также не забывайте, что сегодня последний день, когда можно выполнить ЛБЗ вперед к победе. Ну, там, конечно, не самые крутые топовые призы. Но, тем не менее, тоже как бы халява небольшая. Ну, и также не забывайте, что сегодня последний день. С помощью, в общем-то, там, простейшей ЛБЗ можно получить 3 дня према. Как говорится, на дороге не валяется. Ну, и давайте посмотрим, что еще отвечают там в Стиме. Итак, сделайте пробитие в голове у разработчиков. Пишет, в общем-то, комментарий в Стиме. На что ему остроумно отвечает разработчик Рикошет. И тут хочется отметить, что ВГ, мне кажется, сейчас места не находит. Потому что они попали в такую ситуацию, в которую раньше они не попадали. Потому что раньше, как все было, раньше какой-нибудь типок им пишет на форуме. Там, чем-то недоволен он, там, игра не работает, лаги, пакет кислого и так далее. И сразу ему хлобысь бан, чтобы не возникал. И, соответственно, на этот раз разработчики так делать не могут. Ну, потому что Стиме нельзя удалять комментарии. Можно, наверное, на них жаловаться, но смысла нет. Далее, вот еще один ответ разработчикам. Здравствуйте, мы не казино. Игра открытая, честная и понятная. Никакого обмана. Если чем-то сможем помочь, будем рады. Какой добрый, прям, минский ответ. Но вот насчет не казино. Тут, конечно, стоит отметить, что игра все же, ну, как ни крути, завязана на очень рандомных механиках. Которые, ну, все же, похожи на механики, которые, ну, в общем-то, присутствуют в казино. И, кстати, не забывайте, друзья, что можно до сих пор забрать подарок. Ну, его можно забрать всегда. Но сейчас у большинства людей, кто раньше его получал, наверняка он обновился. То есть, он раз в месяц обновляется на специальном сайте призов. Так что не забудьте о получить. Заходите. Все же, ну, такая неплохая халява, на мой взгляд. Так что получить ее, конечно же, все же стоит. И еще довольно интересная информация по поводу танка ВЗ-55. ВЗ-55, это чехословацкий, соответственно, танк. И вот его апнули немножечко. Десятый уровень. Было у него очень слабое орудие все же. Ну, по точности, по крайней мере, и по сведению. Стало, в принципе, покомфортнее все это дело. Что не может не радовать. В общем, друзья, будем ждать, конечно же, чтобы разработчики, наконец-таки, выпустили новую ветку. И, конечно, в скором времени нас будет ждать марафон. Так что тоже его не пропускайте. Ну, и на этом все, друзья. Давайте досмотрим данное сражение, которое закончилось уничтожением нашего героя. Тем не менее, он все равно много накидал. И удалось захватить базу союзникам. А то так бы, конечно, с Ягой вряд ли они бы справились. Но Яга медленная, она была далеко. И у них получилось просто вдвоем взять базу. Ну, тоже, на самом деле, нормально. Так тоже считаю, что это правильное решение. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok